Кирюша, зачем же ты всех сюда приволок и ещё маленького Митю с собой? Мам, как вопрос! Останет меня с вопросами. Не нужны мне какие-то цитаты. Надя, Надя, Юра, бери давай маленьких и спускайся отсюда. Я спрашиваю, это твои? Тети, твои? Да. Что, все твои? Угу, все. Герои этого советского фильма, полюбившегося многим за свою искренность, заставляют задуматься о семейных ценностях. Большая дружная семья. Вот то, чем можно и нужно гордиться. То, ради чего стоит жить. Многодетной маме Марине Шпаковой очень близки и заботы, и радости главной героини киноленты. В принципе, и тяжело, и в то же время я без этого жизнь свою не представляю другой. Я всегда мечтала быть многодетной мамочкой. Я всегда мечтала о большой семье. Идёшь из города, поднятой головой по улице, когда он тебе обращает внимание, и люди смотрят, а это все ваши дети? Наши? А чьи ещё? Дети – это наша радость. Заживёшь в этой заботе – заживёшь в радости, говорит Марина. И ничего страшного, что нет ни одной свободной минутки. Вот и сейчас, даже для интервью. Ваня! А Вань! Сыночка! Иди встань с той стороны, они сейчас будут специально тебя донимать. У нас война. Два старших, два младших. Вы же, они уже оттуда вылезли. Двойняшки Андрей и Максим – самые маленькие в этой большой семье. Мечтали о дочке, но судьба подарила двух озорных мальчишек, рассказывает Марина. Теперь в семье семеро человек. Настоящая семья – мама, папа и пятеро детей. Ваня у нас второй год занимается хоккеем. И на выходных у них первенство было. Приезжали откуда, Вань? С Новомосковской. С Новомосковской, да. И две игры таких тяжёлых было. То есть первое они выиграли хорошо, 5-1. А вот второе далось как-то им не совсем легко. И... Ну, поправляют. То есть вы... Так, стоп. Если младшие пока могут позорничать, то от старших уже требуется дисциплина, хорошие результаты в учёбе и спорте. Я мечтаю стать хоккеистом. Профессиональным, наверное? Да. Играть где? В СКА. В Москве. Вместе радоваться успехам, вместе решать любые трудности, по праздникам собираться за одним столом. Всё это хорошие семейные традиции. Пироги, сладости и душевные разговоры. В этот раз вместе с близкими родственниками. Бабушка рассказывает, что с удовольствием помогает в воспитании внуков. И будет рада пополнению. Она хочет, конечно, девочку. Вот ещё одну. Ну, я говорю, это уже, как говорится, как Господь даст. Скажи одно единственное. Чего ты ещё в жизни ждёшь? Я жду ребёнка. Прозвучат ли в пятый раз эти слова в семье Шпаковых покажет время. А пока младший Максимка вместе с братьями готовит поздравления своей любимой мамочке к празднику. Будут творить, Китинка. Мама будет рада. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров. События. Брянск.